Дек ревью! Действительно агрессивная, и тот факт, что она типа S-тира, и самая топовая на момент записи этого видео на Номболитиксе, мы, соответственно, поэтому ее рассмотрим. Что это вообще за деку? Что у нас здесь есть? Лежен Реаргард за единичку. Я буду говорить, что за карта? И что она делает конкретно в этой колоде? И зачем она? Ну, как бы все очевидно, но если вы новенький в игре, то, соответственно, может, ничего ты не знаете. Лежен Реаргард. Очень дешевая, очень сильная карта. То есть, если она приходит в стартовую руку, ты ее выставляешь и вписываешь дофига урона. Либо в Нексус, либо в противника, в любом случае, это неплохо. На агрессии это отыгрывает очень хорошо. Далее, Лиджин Саботер. Тоже отыгрывает в основном на ранних этапах игры. То есть, когда только-только начинается катка. Очень неплохо пробивает по Нексусу. Особенно хороший ее скилл, то, что когда ты атакуешь, она атакует в Нексус. В любом случае. Даже если ее заплачат. Вот. Работает на один раз, потому что у нее одно хп. Далее. Прешес Пэт. Он здесь находится, потому что это фирсом юнит. Его можно заплачить только если у юнита есть три силы. Очень часто на ранних этапах игры у вашего оппонента может не быть юниту, у которого будет три силы, и вы ему будете бесплатно вписывать по два урона в Нексус за атаку с одного паука. Рамыч нужен для того, чтобы разменивать карты, которые вам нахрен не нужны. И, может быть, дровать те, которые вам нужны. То есть, иногда такое бывает, что вы задровали что-нибудь немного не то. Вам нужны какие-то другие карты, чтобы лучше отыграть. Ну, соответственно, рамыч здесь есть. Бункри Руки. Как Лиджин Саботер, только намного лучше, потому что он более жирный, и он при каждой атаке наносит урона в Нексус. Это лучшая и самая москавная карта в любой агредеке. Идем дальше. Кримзон Дисайпл. Помогает как минимум один раз, а то и два раза, прокнуть ее обилку и нанести тоже урон в Нексус за бесплатно. И под нее же Империал Демолишинист. Если вы вытаскиваете сначала Кримзон Дисайпл, а потом вытаскиваете Империал Демолишинист, то вы минусуете 4 хп на Нексус противника просто за один ход. То есть, допустим, у вас к четвертому раунду есть две этих карты, и вы просто уничтожаете своего врага. Но если Кримзон Дисайпла нету, он в данный момент в игре, то, в принципе, ввести два урона в Нексус просто за розыгрыш карты ценой одного дамага своему юниту, это как бы не так уж и страшно. Далее. Лиджин Гренадер. Ну, троечка. Которая позволит и убить сильную карту у противника, и нанести урон. А по Нексусу это круто, это сильно. Мистик Шот. Нужен либо для того, чтобы контролить каких-нибудь особенно жестких юнитов, с которыми нельзя разобраться своими картами, либо чтобы добивать Нексус. Напрямую. Трансфюжен. Для сейвинга Дрейвена, для дамага от Кримзон Дисайпла. И... Ну да, это самое основное. Почему он тут уже наносит единичку своему юниту, да и другому плюс два, плюс два. Дрейвен. Когда он левелапается, у него появляется овервелм. Овервелм в агродеке, это круто, это сильно. Также, если вдруг Дрейвен не отыгрывает, ну то есть он дохнет на раннем этапе, то в любом случае, когда вы его отыгрываете, он создает еще одну карту в руке. И зачастую эту карту ты не отыграешь никак, кроме как на Дрейвене. Но! Можно эту карту выкинуть Рамаджем, можно ее выкинуть Гедэксайденом. То есть халявная карта, которую можно просто выкинуть из-за руки за что-нибудь другое. Это круто, это хорошо. Нокшен Фервер. Карта новая, которая добавилась с новым патчем. Ну как, и Империал, и Малиши, и Малиши, и Малиши, и Малиши, и Малиши, соответственно. Нанавите 3 урона своему юниту, чтобы нанести 3 урона чему угодно, в том числе и Нексус против. То есть, допустим, если у вас юнит сейчас сдохнет, или скоро сдохнет, или его сейчас убьют, или, ну короче, вы поняли. Кастуете этот спелл, уничтожаете Нексус врага. Отличная штука. Юскаск Сейлзман. Лучше всего отыгрывать в ход защиты, когда у врага много юнитов. Вы его вызываете, таким образом призываете 3 существа на стол, 2 из которых это Каустик Каски, которые можно выставить просто для блока. То есть, таким образом вы переживаете атаку противника, и еще наносите 2 урона в Нексусы, в оба Нексуса, от обилки Ласбрефа Каустик Каски. Вот, это очень тоже клево. Ну и Десамейт, соответственно, чтобы просто на халяву пробивать Нексус по возможности. Вот такая вот дека, сейчас мы попробуем, да, попробуем на ней сыграть и посмотрим, что из этого выйдет. Так, против нас Гарин и Пром, Димасия и Фрильорд. В целом, неплохо. Нам сразу приходят бункеры руки, это отлично, на самом деле, потому что это классно. Десамейт убираем, но Шанфервер мы тоже убираем, потому что лучше задрогать юнитов, и мы их дроваем. Мы их дроваем, это круто. Конечно же, мой оппонент вызывает Омин Хлока. Я вызываю Лиджи Рергарда, потому что, а что мне еще вызвать? Окей. Получаем урон. И вызываем Бум Крю руки, потому что это клево. Да, еще для чего нужен Дрэймин в этой колоде, он позволяет зачищать оппонентов. То есть, из-за того, что у него квик-атака, 4 урона, он очень такие сильные дела-то делает. Вот. Ну и опять же, да, потом он ловлапается, получает овероум, это вообще отлично. Так, пока что мой оппонент вызвал Стрелит Сиро, что неприятно, но как бы, типа, пофигу. Ему надо разыгрывать свою деку. Ничего. Окей. Ему надо разыгрывать свою деку, мне разыгрывать ее особо не надо. Может было бы сыграть Демолишинист, но мы не будем это делать, вызываем Дрэйвена. Вызываем Дрэйвена и идем в следующем ходу ломать лицо врагу. Не идем. Бром портит нам все в этом мире. И о чем я говорил, пришел Кримзон Дисайпл и Дерел Демолишинист. То есть сейчас мы возьмем и запихнем нашему господину врагу кучу урона просто в лицо. Let the Empire proud. И что мы видим? Он вызвал Кримфанг Бул. Давайте мы сделаем вот так сейчас. У него возможно есть фростбайт, но видимо его нет. Хотя не факт. Если бы он у него был, он бы укинул на Дрэйвена скорее всего. Поэтому предположим, что у него нету Рэйвена, ну нет фростбайта, чтобы Рэйвен Бул мог сыграть. Окей. Не будем Спиннинг Акс отыгрывать скорее. Хотя, знаете, нет, отыграем его. Дубрисон Трансфюжн. Я не хочу, чтобы у него оставался этот волк. Я... На всякий случай. Это не то, что нужно делать на агроколоде. Но тем не менее. Меня просто напрягает, когда у врага есть такие сильные юниты. Еще один Дрэйвен. Прикольно. Тем временем у моего оппонента 9 хп осталось на Нексусе. Ууу, это очень плохо, на самом деле. Это прям очень плохо. Если я дам ему ударить через Каустик Каска, он мне очень много урона впишет. Это нет, не фан. Но с другой стороны, о чем мне делать? У меня у всех у них мало хп, я, в любом случае, получу много урона. Поэтому, ладно, пусть бьет. Мне жалко. В любом случае, это у меня тут агрессивная дека, а не у него. Поэтому я должен убить его быстрее, чем он убьет меня. Прям вот anyway, это должно произойти. Вызывать сейчас Кринзон Дисайбл смысла нет, поэтому идем с 7 юнитами в атаку. А сейчас убьем Скармейден Ривера, Дрэйвен, Берлинг Дезом. Знаете? Хотя нет. Вот так мы делаем. Да, окей. И убиваем Скармейден Ривера. Можно было бы на самом деле попробовать ловолапнуть Рейдена с Берлингаксами. Начать ловолапать, но мне нужны все карты, которые у меня в руке. Поэтому я не могу их просто выкинуть. И у моего оппонента остается 5 хп. Можно, кстати, Брома убить. Прикол сейчас. Но я не думаю, что он умрет. Особенно теперь. Особенно теперь. Окей. О, Лиджинс Абатер пришел. Супер. Что, ему стоит, наверное... Ну не стоит, но, наверное, походит Бромом и убьет Дрэйвена. Это было бы разумно. Может быть. Не уверен. Разумнее было бы, конечно, взять и убить Кримзон Дисайпла. А Бромом. Потому что он опаснее, чем Дрэйвен. Никого не вызываем, чтобы... Чтобы, да. Реально... О, да, он вызвал Дрэйвена. На файт. Прекрасный человек. И он походил с Тарлетсиром? Либо у него есть Фростбайты? Нет, даже с ней Фростбайты. Что? Зачем это делать? Все очень странно. Давайте один спиннинг, как-то выкинем ее от Тарлетсира. Раз уж такое дело. И у моего оппонента остается 3 хп, которые мы ему ломаем в следующем атакующем ходу. Это очень большая ошибка, то, что он сейчас Дрэйвена вызвал Бромом. Это то, что он не должен был делать. Это прям ошибка-ошибка. Потому что Бром как бы ничего не дает... Ой, Бром и Дрэйвен ничего не делают у меня в полном в руке. То есть, ну, Типон есть. И все. Тем временем, Скримзон Дисайпл, а я ему вписал сейчас Бром. И, кстати, даже, может быть, не стикшот не потребуется тратить, потому что у него всего лишь два юнита, которые как-то я... Которые просто ломают ему лицо, в общем, окончательно. Вот. Такая, в общем-то, S-тир Агродека. Ход я прикреплю в описании под видео. Вот. Такая вот фигня. Спасибо за просмотр. Надеюсь, это видео было вам полезно. И... И, короче, да. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Приходите на стримы для Скримлярн Деро. Например, сегодня был отличный стрим Фронтери, а запись, которую вы можете видеть на YouTube, где я играл на деках Фрильорда. И у меня настолько сгорела задница, что Фрильорд стал горячее Ноксуса и бедные пора, аж все умирали от такой Скримлярн Деро. Вот. Такие дела. Поэтому, да. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. И... Спасибо еще раз за просмотр. Всем удачи, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok